откуда взялась вода во время потопа и куда она потом делась вода же усиливалась и весьма умножалась на земле и ковчег плавал по поверхности вод и усилилась вода на земле чрезвычайно так что покрылись все высокие горы какие есть под всем небом мы знаем что раньше в древние времена был парниковый период и тогда климат был жаркий то самое глобальное потепление географы создали карту всемирного потопа взгляните как будет выглядеть земля после того как на ней растают все льды если верить американским исследователям из агентства по защите окружающей среды юэс environmental protection agency и по то за столетие с 1913 года средняя температура на земле поднялась на половину градуса цельсия то есть потеплело в результате растаял кое-какой лед в арктике и в антарктике и от этого уровень мирового океана поднялся почти на 20 сантиметров сейчас лед покрывает 10 процентов поверхности земли его объем по приблизительным подсчетам составляет 9 миллионов кубических километров что будет если вся эта замерзшая вода растает будет потоп предрекают ученые уровень мирового океана поднимется на 70 метров как будет выглядеть наша планета после потопа это изобразил national geographic создав серию карт сша потеряют флориду и часть аляски сан-франциско благодаря своим холмам превратится в островки настоящая катастрофа ожидается в густонаселенных районах юго-восточной азии китае бандладеш индонезии под водой скроются территории на которых проживают более миллиарда человек меньше других пострадают австралия и африка антарктида изменится до неузнаваемости обнажить свой гористый рельеф но там никто не пострадает возможно именно туда переселяться вытесненные потопом азиаты у нас единым водоемом станут черное каспийское и аральское море затопленным окажется все по волжье астрахань уйдет глубоко под воду равно как и санкт-петербург на севере море с островами и полуостровами образуется в сибири там где до потопа текла от климатологи подсчитали чтобы планета освободилась от льда нужно чтобы температура на ней неуклонно повышалась нынешними темпами около пяти тысяч лет и такое вроде бы бывало последний раз в допотопное время после чего лед замерз многие ученые верят что библейский поток был на самом деле мол на материках имеются многочисленные следы затопления а озеро с соленой морской водой разбросанные по суше удаленные на тысячи километров от береговой линии это вообще как полагают остатки того потопа но откуда на земле взялась вода для столь катастрофического и глобального затопления такого что старина но и причалил на своем ковчеге к вершине горы арарат однако до недавнего времени не существовало серьезных научных данных на которые можно было бы опереться в каких-либо серьезных предположениях теперь они получены и стали основанием для гипотезы которая прежде показалось бы совсем уж полоумной мол вода для всемирного потопа взялась из недр земли ныне это отнюдь не фантастика внутри нашей планеты обнаружены целые океаны 600 год жизни ноя во второй месяц в семнадцатый день месяца сей день разверзлись все источники великой бездны и окна небесные отворились по предварительным оценкам воды в нем в три раза больше чем во всех водоемах планеты если ее распределить по поверхности земли а то она окажется под 800 метровой водяной толщей подземный океан залегает на глубине от 410 до 660 километров это все равно что пол дороги от москвы до петербурга только к центру земли образовался он при давлении в тысячи атмосферы при температуре 1530 градусов океан название конечно условная молекулы воды внутри раскаленной мантии растворены в расплавленных горных породах или входят в кристаллическую решетку минералов как же ученые заглянули так глубоко под землю исследователям как ни странно помогли вулканы они изучали продукты извержений которые произошли еще до историческую эпоху часть из них со временем оказалась на поверхности земли как это получилось дело в том что в мантии так же как в атмосфере и в океане есть свои течения в частности здесь формируются так называемые плюмы своеобразные каналы по которым вещество способны перемещаться к поверхности земли эти потоки захватывали содержащие воду расплавленные минералы двигали их наверх кстати вкрапление этих минералов находили в совершенно неожиданных образцах вот один из них алмаз исследование найденного в бразилии в 2008 году драгоценного камня показали наличие в нем ринг вутида разновидности минерала распространенного в земной мантии и в его кристаллической решетки была найдена вода жаль что практической пользы от знаний о подземных запасах влаги пока довольно немного вся эта вода для нас не досягаемо пока не существует технологии которые позволяли бы ее извлекать даже несмотря на то что содержание воды в продуктах доисторических извержений вулканов достаточно велико до 1 процента до добраться до слоя магмы богатого h2o пока не представляется возможным послушаем эксперта наша планета опутана сетью сейсмографов приборов которые регистрируют землетрясения вычерчивая их характеристики сейсмограммы сравнивая записи сделанные в разных районах можно проследить как волны от ударов стихии распространяются в земной корее мантии вот этими данными собранными за много лет и воспользовались американские исследователи майкл вайсёшн профессор сейсмологии вашингтонского университета сент-луис и его студент-дипломник джесси лоуренс ныне работающий в калифорнийском университете сан-диего всего они изучили 600 тысяч сейсмограмм результаты их обработки потрясли ученых потому что демонстрировали по крайней мере в двух местах под восточной частью континента евразии и под северной америки располагаются огромные резервуары воды об этом свидетельствует картина затухания продольных сейсмических волн говорит профессор она характерна именно для воды ученые составили трехмерную модель прозондированных недр и уверяют воды там не меньше чем в северном ледовитом океане расположена она на глубинах от 1200 до 1400 километров академик ран эрит галимов назвал гипотезу вайсёшина вполне правдоподобной а чуть раньше американцев морскую воду под поверхностью земли обнаружили английские ученые из манчестерского университета распознали ее следы в углекислом газе вырывающимся с глубиной около 1500 километров но им не поверили даже после статьи в авторитетном журнале nature как вода попала внутрь земли точно неизвестно не исключено что образовалась вместе с планетой то есть всегда там было однако многие исследователи полагают периодически глубинная вода выходит на поверхность и наоборот океанская то что снаружи просачивается вглубь говоря научным языком объем земной гидросферы может меняться скорее всего от подвижек в корее мантии планеты кстати на дне океана есть странные дырки из которых ключом бьет вода с температурой в 400 градусов их называют черными курильщиками не исключено что в допотопные времена подземные резервуары основательно прорвала и началось катастрофическое извержение горячей соленой воды с большими объемами пара как из лопнувшего котла уровень мирового океана поднялся а сверху от сконденсированного пары еще и ливень хлынул на 40 дней и 40 ночей вот и получился всемирный потоп а потом воду засосала обратно внутрь вот если земли вырвется вся внутренняя вода да еще сольется сталой тогда натурально будет гораздо хуже чем в водном мире то есть суши совсем не останется после потопа по библейскому преданию бог сказал мою поставляю завет мой с вами что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошение земли а